Привет, дорогие друзья! С вами Иси Маркизы, и это замечательный повод перелистать близкие нам памятные даты вместе с гостями и друзьями нашей передачи. Начинаем! Что так быстро тают листья, ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. Я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. 5 декабря день рождения Нины Руслановой, а совсем недавно, 21 ноября, ее не стало. Но, вы знаете, кстати, 5 декабря она сама выбрала себе как день рождения, потому что в этот день, день советской институции, в детдоме, где она выросла, отмечали веселый праздник, кормили приятниками и всяческими сладостями. Поэтому давайте сегодня вспомним ее светло и радость. Во время съемок фильма «Собачье сердце» вы лично много импровизировали? Вот, в частности, телеграф-телеграф чего-то, фраза. Нет, я много импровизировала. Я вот пупочку, вот пупочку, вот это все. Почти все фразы, это, так сказать, много очень моих фраз. Очень много. «Собак привели в дом», вот это моя фраза. «Навел собак в дом». Все фразы, очень многие фразы, все абсолютно мое. Ну, я стараюсь везде, во всех ролях это делать. Вот я когда, я не закончила, я когда снимались мы вот здесь, вот в Урицком, огромная группа была, и огромнейшая, и много актеров из-за Саратова, из-за Саратовского театра. Очень много актеров снималось в этой картине, потому что очень огромная картина была. Это, значит, такое произведение, очень тяжелое, как наши, значит, колхозы, как вот, вы знаете, да, вот это вот коллективизация, как загоняли, как это, то-то-то. Я играла такую совсем, вот в отличие, всегда играю таких вот разбитных, вот медведя убьют, Лучко простынями, вот, а тут забитую совершенно вишенку такую, у меня Никоненко все время бил, на протяжении восьми серий, так бил, сволочь такая, правда, выгонял, а в том году, когда мы снимали, на удивление, такая была зима, вот я вам нисколько не совру, если вот, я не скажу, что вот прям, вот когда мы ехали из Урицкого в Саратов, чтобы доехать до, и поехать на спектакль, ну, там, как, это, как, ну, снег вот, ну, в этажный, в этажный дом был, вот такой, вот столько снега было, люди замерзали, замерзали, там, ну, несколько человек находили, вот, и прям ужас. И тот год как раз, ну, самый очень неудачный был год, очень неудачный, объясню, почему, кроме того, что холодно было, невозможно, еще к этому времени только Горбачев пришел, с Лигачевым или это, и вот это вот они издали, вот этот закон противный, ужасный, что не надо пить, и сколько надо, ну, это ужас, да, для русского человека это невозможно, а? Ну, это смерть, да, 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 вот ужас какой-то, а мы, значит, такие холодные, там, меня этот Никоненко по роли просто вождями бил, выгонял на этот снег, я босая по спустнику бегала, вот, замерзшая, а у нас там была Катя такая, Катя местная, она местная, она и женщина, а в магазине, ну, шаром по Кате, одна соль, хлеб, когда завозили, крестьяне быстренько забирали их и котинку кормили, потому что, ну, ну, жутко голодный год, нам, ну, не повезло, а Катенька этого, значит, нам готовила обеды, она вызвалась за нами, группа большая, и вот мы приезжали, она так это, вот, и в эти годы, вот эти вот, которые, сухой закон, вот это вот ужас, но Катя, она хорошая, она все-таки саратовцы, они замечательные люди, купцы недаром здесь были, знали, что делают, вот, у Кати всегда были, вот, вот, мы придем, вот такие замерзшие, голодные, холодные, Катя была замечательная, и повариха была, и очень умная женщина была, у нее были вот это вот сахар и дрожжи, вот, и, значит, она трехлитровую баночку всегда, и вот она над нас так отпоет, вот, я хотела вам еще сказать, что она пела песни, вот, Катя, Катя, я из этого, из Саратова, я никак не могу, вот, я всегда, вот, вы спросили, я всегда, как, откуда-то что-нибудь, какие-то фразочки пытаюсь в свою роль куда-нибудь, в это, а Катя, вот, Катя пела песенку, и я никак не могу, вот, нет у меня такой картины, вот, куда бы эту песню, я спою, потому что, вот, чтобы оправдать Сашу, который дважды поющий сказать, оправдать свою, Катя пела, на такую, такую песню, вот, после трехлитровой баночки, ну, все прекрасно, значит, накормит там и пела, вот, я никак не могу не найти фильм, куда его вставить, эту песенку, она пела, выгоняла я скотинку, ух, выгоняла я скотинку на широкую луговинку, раз, сама села под горою, ух, сама села под горою, и солдатик сел со мною, два, солдатик и девки привалился, ух, солдатик и девки привалился, уговаривать пустился, дай, понял, нет, хорошо, а я девка молодая, ух, а я девка молодая, и нежадная такая, на! это ваша саратовская песенка, поэтому я посвящаю вам еще одна недавняя потеря, лучезарный, хиеричный, замечательный Валерий Гаркалин, который ушел из жизни 20 ноября прекрасно в нас влюбленное вино и теплый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва нам мучившись, нам насладиться, но что нам делать с розовой зарей над охладевающими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать, мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки и опять обречены идти все мимо, мимо. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства, кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. АПЛОДИСМЕНТЫ 8 декабря, день рождения Евгения Стеблова. Он был на маркете в 2003 году, и это был юбилейный выпуск, посвященный нашему десятилетию. Тогда казалось, что 10 лет – это очень много, сейчас кажется, что очень мало, но неважно. А темой литературной игры этого юбилейного выпуска были всевозможные герои мацартианского, такого вольного импровизационного склада. И одной из загадок стало стихотворение Сергея Есенина «Я московский азарный гуляк», которое должно было подсказать фильм «Я шагаю по Москве». Давайте начнем вот с этого фильма «Я шагаю по Москве», если вам приятно. Да, пожалуйста. Потому что и «Страколетие», и фильм классный. Там же Георгий Николаевич Данелли, который был гостем нашей программы, там Шпаликов, я не знаю, были ли вы с ним знакомы, но фигура совершенно более чем интересная. Поэтому давайте попробуем. Я Николаевич сейчас выпустил потрясающую книжку, он меня пригласил на презентацию в Дом литераторов этой книги, и прислал книгу. И там есть такая глава, я, например, этого не знал. Там есть глава маленькая, называется «Вылечили». Оказывается, вот как в жизни все якобы случайно, на самом деле это все проведение, промысел божий. У нас такая ассистентка была на картине «Я шагаю по Москве», Лика Авербах. Она заикалась очень сильно, мы ее звали Лика Заика. И вот, значит, она пришла, в группу вошла. А в это время в группе сидел Георгий Николаевич Данелли, Андрей Петров, композитор, Гена Шпаликов. И ввела небольшого роста парня, артиста, и сказала, Георгий Николаевич, это вот на Сашку. Персонаж Сашка назывался. Он говорит, что он, в общем, нам кажется, что он подходит, только он немного заикается. Вот. Этот, значит, артист говорит, когда волнуюсь только. Но Петров говорит, ну-ну-ну, ничего, Петров тоже заикается. А Гена Шпальков тоже слегка заикался. Он говорит, да нормально. Вот. И тут, значит, Данелли пишет, что он тоже уже впал в эту волну и сказал, ну-ну-ну, хорошо. И сделали ему фотопробу, кинопробу, утвердили его, постригли его наголо и стали шить парик. Через некоторое время входит лика, это с позиции Данелли, с моей позиции эти события по-другому развивались. Входит та же самая лика Ронна Вербаха и говорит, Георгий Николаевич, извините, и вводит Женю Стеблова, как он пишет, этот высокий, но он лучше. Вот. Ну, говорит, пишет он, что сделали фотопробу, кинопробу и утвердили меня. И тогда она говорит, я не буду сообщать этому, звоните вы, вы мужчина. Вот. И он позвонил этому артисту и сказал, что вот такая ситуация, что он сниматься не будет. Так он так орал зло на Данелию, проклинал Данелию, эту группу, я шагаю по Москве, объединение, Мосфильмы и весь советский кинематограф. И ни разу не заикнулся, пишет Георгий Николаевич. И в конце ставит такой вопрос, говорит, может быть, мы его вылечили. Но на самом деле я этого не знал ничего. Я просто в один из дней пошел, будучи студентом. Я окончил первый курс Щукинского училища, и мы своим другом, однокурсником Виктором Зазулиным пошли на Мосфильм. А могли бы пойти в кафе. И ничего бы не было. Нарбат, там в кафе мороженое, еще думали, в кафе пойти. Пойдем на Мосфильм. А зачем? А на Мосфильм мы ходили с такой целью, такой способ был, чтобы тебя заметили. Вот идешь по коридору, заходишь, открываешь группу какую-нибудь, и говоришь, извините, я, кажется, не туда попал. Значит, с целью какой? Чтобы, простите, а вы откуда там? Чтобы тобой заинтересовались. И вот только мы вошли в проходную напротив Хрущевского особняка, там на Ленинских горах, а да еще Хрущев там жил. И встречаем студента с вечернего курса нашего же института. И он говорит, вы куда? Мы говорим, ну куда? Он говорит, ну понятно. Идите вот, говорит, в группу, я шагаю по Москве, там молодые герои нужны. Мы сразу пошли в эту группу, он объяснил, как пойти. Нам дали сценарий, читаю сценарий, ничего не понимаю, но сниматься очень тогда мне хотелось. Я до этого уже снялся там в эпизодической роли в фильме «Первый троллейбус». Но тут главная роль, совсем другое дело. Вот. И потом нас показали Данелии, и Данелия сказала, что вот этому Вите Зазульну сделайте фотопробу, а этого не надо. Меня, вообще. И как Лея Коронна говорит, ну у тебя был такой жалостливый вид, что я решил тебе тоже сделать фотопробу. Это было, в общем, в ее власти. И сделали фотопробу, и вот с этой фотопробы началась моя жизнь в кино. Потому что она действительно была блистательной. Ну вот это, уж я не знаю, как это получилось. Там я в роли жениха с моей однокурсницей, которая, значит, невеста Эра Зиганшина, сейчас известная театральная актриса. Вот. И все это закрутилось, завертелось. И так я, значит, был утвержден на эту картину. А потом надо было меня отпросить. В институте не очень отпускали сниматься. Но тогда ректор нашего училища, Борис Евгеньевич Захава, сам снимался у Бондарчука в роли Кутузова, «Войне и мире». А Бондарчук был другом Данели, и они вместе работали на картине «Сережа». Вот. И поэтому Бондарчук попросил Захава, а Захава ко мне хорошо относился, и он мне такой, ну, ладно, иди. Вот. Тем более, что эту картину снимали в Москве, никуда уезжать было не надо, и часть летом снимали. «Я шагаю по Москве» – это первый импрессионистический фильм, фактически, на отечественном экране. Потому что это фильм «Настроение». Он почему не стареет? Потому что там ведь особого сюжета нет, ничего. Там все построено на настроении, на воздухе, на интонации Шпаликова, на камере Вадима Юсова, на нашей органике, на таланте Игоря Николаевича Данелия, на его мировосприятие. Вот вы знаете, вот когда я был на его юбиле, вот этой презентации книги, для меня было такое счастье, потому что я окунулся вот в атмосферу того времени, когда мы делали картину. Потому что эстетически он мне очень близок, Данелия, хотя я у него больше никогда не снимался. Вот. Но это настолько вот в искусстве, так же, как в любви, есть такая близость, которую объяснить невозможно. Ну, как вот, это вкусовая близость. И мы, конечно, вот все родственники в этом смысле. И Гена Шпаликов. Гена Шпаликов, значит, уже вот... Он был женат на нашей... На моей однокурснице, замечательной актрисе. Инна Гулая, актриса такая была замечательная, уже, к сожалению, ее нет. В живых, вот когда деревья были большими, она потрясающе там играла. Вот. Сейчас все друг друга называют великими артистами. Ну, вот она, наверное, действительно была великая актрисой. Так вот, когда Гена Шпаликов был женат на нашей Нигулая, и жили они трудно, по-всякому. И вот где-то в середине 70-х годов как-то я встретил около дома кино. Они вышли из ресторана, дом кино, и были в таком их припойнительном настроении. Ну, видно, что они вот помирились до этого, были видны в каком-то конфликте. И он такой счастливый, с таким счастьем кинулся ко мне, ну, просто как к очень близкому человеку. Он стал меня обнимать, говорит, Женя. А ему очень нравилось, как я играю, я шагаю по Москве. Он почему-то считал, что вот там вот, когда я бегу там лысый с цветами, вот под дождем, он считал, что это вот просто чаплиновский кусок. Ну, ему судить я никогда себе оценки не даю. Вот. Ну, значит, мы обнялись с ним, и потом он так уходит вдоль к Тверской и кричит, улыбаясь, Женя, а кино нет. Это было середина 70-х годов, такое самое махровое брежневское время, вот идеологически довольно такое серое. И он говорит, Женя, а кино нет, кино нет. Одно документальное кино осталось. И так улыбается, так вот машет. И через три месяца, что ли, я узнал, что он повесился. И потом, когда, значит, уже после его смерти, один мой товарищ, кинорежиссер, жил у меня, развелся с женой и жил у меня некоторое время. Замучил меня всякими вопросами, как ему быть с его женой, там, вот. Ну, и когда съехал, то подарил мне книжку. Она только что вышла, очень небольшим изданием. Посмертная книжка, стихов Геннадия Шпалькова. Я открыл эту книжку и заплакал. И эти стихи, я не читаю стихов с эстрады, но вот эти стихи, они сразу вошли в мою душу. И, если позволите, я вам могу их почитать. Например, у него ведь есть стихотворение такое. «Я шагаю по Москве». И в какой-то степени фильм начался из этого стихотворения. Он начался из этого стихотворения еще из одной зарисовки, когда он пошел пить пиво на ВДНХ, еще будучи студентом, в ГИКа. И там под дождем девушка шла, за ней молодой человек на велосипеде зонтик вез. Он увидел вот эту картинку, он ее записал, вот этот этюд. И вот из этого стихотворения, из этого этюда, стихотворение такое. «Я шагаю по Москве, как шагают по доске». Что такое сквер направо и налево тоже сквер. Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил. Горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. Кто-то, я не знаю кто, может быть, совсем никто. У подъезда на скамейке человек сидит в пальто. Человек он пожилой, на Арбате дом жилой. В доме летняя еда, а на улице среда. Переходит в понедельник безо всякого труда. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа. Или у него, конечно, у Гены было предчувствие вот этого трагического конца собственной жизни. И он, у него много таких стихов. «Я к вам травою прорасту, попробую к вам обернуться». Или у него вот есть такие стихи. «Ах, утону я в западной двине или погибну как-нибудь иначе. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут. Они меня на кладбище снесут, простят долги и старые обиды. Я отменяю воинский салют. Не надо мне гражданской панихиды. Я никогда не ездил на слоне. Имел в любви большие неудачи. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут». Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам легкости и мудрости. Пусть удача и взаимодействие залетают вам на огонек. А мы встретимся через неделю на новых листьях маркизы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok